Добро пожаловать на канал GameLifeTactical, с вами PitBull и сейчас я вам покажу и немного расскажу об игре The Elder Scroll Online. Игра в данный момент пока что еще находится в закрытом бета-тестинге, но я подавал заявку и мне прислали ключ доступа к ЗБТ. И в общем, немножко я опробовал эту игру. Вот, значит, расы остались те же самые, что и в Скайриме, то есть это Бретонец, это Высокий Эльф, это Рептилии Арганиани, это Орки, это Лесные Эльфы, Тёмные Эльфы, Каджиты. И имперцы. А, еще и Норды, вот. А, здесь немножко по-другому они выглядят. Ну, конечно, вы можете сделать любого, хоть не... Человека с темной кожей. И вообще, как хотел я изначально сделать Лучника. Поэтому, как бы хотел начать Лесным Эльфом. Вот, но потом что-то я попробовал, посмотрел там, что к чему. Вот сейчас это будет происходить. То есть, можно играть за любой, за любую расу, как бы, кем угодно. Взять того же Лучника, того же Танка, Мечника, Драгонхнайта, Неймага и так далее и тому подобное. Ну, вот вы видите, эти классы, Мак, это Лавкач, Неймаг Блэйд. Темплар, это с двуручным оружием. Какая тема. Двуручные топоры, двуручные молоты, мечи. Ну, правда, мечей двуручных я здесь не видел. Ну, и, как бы, я играл здесь немного. На ЗБТ доступ дается на 3 дня всего лишь. Или 4, по-моему. Ну, что-то такое. Ну, и учитывая то, что, как бы, я работал, у меня практически не было времени поиграть. Ну, и, в общем, увидев, что все-таки можно за любую расу взять как бы тот или иной класс, я в конечном итоге решу поиграть к аджетам. Вот, и увидим темный эльф. Немножко посимпатичнее здесь нарисованы. В плане лица, в отличие от Скайрима. Там они какие-то уж прям сильно помятые на лицо. Ну, и вот, каджитик наш. Играть мы будем за ловкача, по-любому. Вообще, мой, как бы, приоритет для ловкачей. Вообще, физическая атака. Не очень люблю магами играть. Ну, и смотрим немножко по поводу настройки своего персонажа. То есть, вам предоставляет возможность сделать исключительно, там, допустим, отличающегося от остальных чара. Даже побольше, как бы, настроек, чем в Скайриме, том же. С английским у меня не очень, конечно. Ну, торсис, это ширина торса, правильно. Ну, поначалу я немножко что-то пытался, пытался настраивать. Потом все, ну, как бы, и вам показать тоже, что здесь можно сделать со своим персонажем, да. Вот, но... Потом я все-таки решил, что мне нафиг не нужны эти настройки все равно. Играть в дальнейшем не буду, потому как игра будет платная и стоит довольно-таки не дешево. Сейчас, по-моему, стоимость получается подключения к игре, типа 66 вроде как. Евро. А потом это... А, еще премиум есть доступ, он стоит 98 вроде, евро. Ну, в общем, не столь важно. Фак в том, что это, ну, в любом случае не дешево, и это доступ будет на месяц. А в дальнейшем, там, по-моему, по 12, по-моему, долларов будете платить, как бы, за доступ к этой игре. Ну, если вы, конечно, решите все-таки играть в эту игру. Ну, игра, как вам сказать, что-то в ней мне понравилось, что-то не понравилось. Графика немножко топорная, но оно и понятно, это, как бы, мой РПГ. Очень ресурсоемкая тема, и, как бы, обеспечить нормальную работу. Тяжело, допустим, с высокой графикой, как в том же Скайриме или, там, не знаю, в Упатле. Тем более с таким онлайном огромным. Ну, в плане графики, конечно, из МРПГ мне больше всего нравится Lineage 2. Ну, как бы, окружающая среда там прорисована не очень, но она и не столь важна, допустим, да. Ну, персонажа там мне нравится, как нарисованы. Хоть и там, допустим, по таргету идет атака. Тут очень радует, что система No Target, это, в общем, здесь больше зависит от рук того, кто играет, допустим, да, чем от вашей, ну, как бы, одежда, допустим, уровень, это тоже немаловажные нюансы. Но, тем не менее, вы сможете более слабым персонажем победить более сильного за счет ваших умений. Ваших способностей в играх. Вот, ну, настройка, опять же, смотрите лица. То есть вы можете вплоть, там, я не знаю, до каких-нибудь ямочек на щеках, там, все изменять, переизменять миллионы раз. Настройок очень много. Что-то я тут опять, ну, до сих пор пытаюсь, пытаюсь. В итоге я сейчас поставлю все-таки белый цвет волос. И дальше там покажу вам немного, сколько настроек лица. И мы пойдем в игру. Вот они, настроечки все. Вы видите их, что их, ну, довольно немало. Это не полностью я еще прокрутил их вниз даже. Сейчас пробую ник писать, и тут меня постигает разочарование. Под своим ником я играть здесь не смогу. Ну, то есть, как, я смогу, но это будет просто беспонтовый набор символов. И тут я начинаю фантазировать. Ну, как фантазировать, конечно. Примитивно. Но пробую. Вот, опять же, я попробовал через четверку написать. Но цифры в ник ставить нельзя. Тоже такой факт. В общем, когда будет большой онлайн, будет очень проблематично создавать персонажа в плане ника. То есть, конечно, вы можете беспонтово там побить по клавиатуре двумя кулаками, и вам выйдет очаровательный ник, да, но... Под ним играть. Вы сами понимаете. Зато не будет всяких там. Алеша, 1999. Ну, и, в общем, загрузка. Очень долго. Я вообще очень долго заходил в эту игру. Ну, на радостях, что все-таки я попал, наверное, на ЗБТ. Начал сразу запись. И тут возникла такая проблема. Что у меня чрезвычайно долго входит в игру. И я там сидел, ждал, ждал, думал, блин, ну, не знаю. Ну, пошел там немного, полозил по интернету. Посмотрел всякие видео. И... Потом раз такой заглядываю, а у меня уже стоит персонаж там, типа, на выбор. И вот сейчас опять же, опять же, создал персонажа, идет загрузка. Идет оно довольно немало. И вот мы входим в игру. Ну же, вот. И так, начинаем мы, как всегда, в темнице, в узникам, от ребят, усопшие. Пытаемся немножко разобраться. Как-то сменить вид. Вот. Наш каджитик. В плане графики, может, если кто играл, очень похожа прорисовка на Neverwinter Night 2. Я играл, как бы, в эту игру. Ну, очень высока степень сходства графики. Ну, здесь, конечно, получше, чем в Neverwinter, но броня на рисунок абсолютно одинаковая. То есть, она какая-то такая игрушечная, непонятная. Дальше я там немного, как бы, пройдем, встретим одну женщину. И, в общем, у нее я вам покажу. Вот, скажу, точнее, что он не так в графике прорисовки-то брони. То же самое. Пытался я проигнорировать этого парня. Не игнорируется, надо с ним договорить, в общем. Тогда я вас открою. И смотрок у меня только кандалы и какая-то порванная грязная роба. Ну, и вот мы выходим. Немножко. Немножко. Восчехляемся в ВВ. В итоге передвижения. Через шеф у нас по стандарту идет спринт. Настоя немножко сенс на мышке. Ну, и, как бы, мы сейчас находимся в неком, ну, как бы, подземелье наподобие, да? В этой бузынице. Ну, вот, кстати, добежали мы до выбора орудий. Здесь вы выберете себе оружие. Но выбирайте сразу то, что вы хотите, а не пробуйте там то, другое. Потому что, взяв одно, вы уже не поменяете ничего, не возьмете другого. Я здесь пытался долго, крутился. В общем, ну, как я играл в Скайриме, допустим, с луком и с кинжалом. Ну, и, как бы, здесь хотел взять оружие ближнего боя, но мы не обломали. Вы можете здесь немножко потренироваться. Там будет в углу стоять кукла со щитом. То есть, можете там пострелять, побить. Ну, это так. Без пантова, конечно. Что мне не понравилось в плане пользования лука. Это немножко непонятная, недоработанная физика стрельбы с этого оружия. С лука. Ну, там вообще будут такие моменты. Вы это увидите в дальнейшем в видео. Думаю. Получается, при движении, там, налево или направо, он, получается, ну, и с натянутой тетевой лук будет смотреть в сторону, Ну, как бы, наполовину в сторону вашего направления, там, движения влево или вправо, да? Но при этом, если вы выстрелите, то стрела летит прямо. Прямо, то есть, не туда, куда смотрят лук. Для меня это придолок. Вот здесь мы встретили нашего первого противника. tableclos. Итога она тягивается очень долго. Вот, единственное, кстати, как вы можете уйти от удара, это вот таким голос Волком, потому что то, что я исполню. если вы будете просто открыть назад и при этом ну просто прыгать без ковырка по вам все равно попадут ну атакой ближнего боя довольно таки немало что я не могу приобрести спать немножко сковывают вас в маневрах ну как и в дальнейшем попробовал так иначе в общем лучший способ не назад открыть а куда не можно даже немножко назад и куда не что тогда больше шансов только что с кстати было продемонстрировано то есть лучник скелет использование скилл вот эта женщина и посмотрите на нее руки как атака преследователь трубопад как бы в том числе файл это просто нарисованная картинка на коже да допустим округа татуировка так где объемности где что что это жесть короче вот но в общем лучник там использую скилл и показывалась в общем площадь поражения То есть вы могли там как-то славировать, но мне там некуда было делать. В детстве, конечно, в коридоре там. Ну, урон был небольшой, конечно, от этих стрелок, так что нормально. Ну и, в общем, эта женщина к нам прикопалась и отстанет она не скоро. Конечно, было бы гораздо проще играть. Если бы я еще не понимал, ну, как бы, понимал, совершенствует, как бы, тогда было бы, куда лучше. Ну, так я, Кита, Азы, знаю, как бы, для игр. Конфиденция запись, но вам все же методом научного тыка здесь происходило. Нам тут советуют прокрадываться. Почему бы просто не напасть. Вот, как видите, там какой-то гремлин бегает за магом. Как я в дальнейшем наблюдал, очень много магов бегают с этими гремлинами какими-то. Ну, я так понимаю, это их не из первых скиллов, так, как бы, питомец этот. Сумоден. И вот мы попадаем на улицу. Только какую улицу, непонятно. Это не совсем наш мир. Наш мир, мы попадем позже. Где-то на каком-то темном месте. Какие-то зомбаки тут были сейчас. И вот, видите, немножко был момент, когда я вшел влево, и лук поворачивался тоже влево. Вот, если бы я отпустил натяжение этих трех, то стрела полетела бы прямо, то есть, ну, не туда, куда смыли. Спасибо. Пытаюсь избавиться от Тотки, но она настойчива. Все-таки хочет меня затянуть в постель, наверное. Тоже такой момент. Непонятно, что она от меня хочет, что мне нужно сделать. Немножко дальше я там, конечно, разберусь, что к чему. Но пока я все-таки тестирую стрельбу без лука. Ну, как бы, стрелять можно, но я ожидал от этого немного большего. Да, вообще, я большего ожидал от этой игры. Гораздо большего. Если бы мои ожидания подтвердились, я бы в эту игру играл даже, допустим, за ту же сумму, что я сейчас там от нее требую. За нее, точнее. Нет, у нас какая-то непонятная. В общем, явно бы не на земле нет. Скорее, под землей. Додик на меня нападает. Опять же, натяжение сетевы очень долгое. Это жесть просто. Можно, конечно, стрелять без них. Продолжение следует...